дискредитацию, в которой появятся средства массовой информации. Не исключал я и дополнительное выделение финансовых средств со стороны Сибалмаз на данную компанию. Насколько это было сделано, конечно, я не буду утверждать, но совершенно точно я не сомневался, что средства массовой информации, которые включатся в данное мероприятие, это будет наш курьер, который сегодня проводит активное мероприятие. К сожалению, путем запросов, фотографирования имущества моих родственников, считаю это немножко некорректным, но для того, чтобы не было спекуляции, и чтобы облегчить задачу и заказчикам, и исполнителям, я вам сегодня доведу информацию об имуществе, о своем имуществе и имуществе, которое я обязан в соответствии с законодательством декларировать и в установленные сроки указывать о наличии этого имущества. Так, в настоящее время у меня, моих детей и супруги имеют следующее имущество. Автомобиль Nissan Arnesa 1997 года, выпуска, гараж в городе Скитим, площадь 24 метра квадратных, приобретенных в 1997 году. Далее имеется двухкомнатная квартира, малогабаритная, 43 квадратных метра, приобретенная в 2002 году. История ее, значит, следующая, у жены до замужества была комната, далее мы поменяли с доплатой на однокомнатную, малогабаритную, далее двухкомнатная квартира. В 2009 году была приобретена в ипотеку однокомнатной квартиры дополнительно, поскольку у меня двое разнополных детей. Когда родился сын, соответственно, встал вопрос, что 43 квадратных метров жить просто невозможно. Идея была следующая, рассчитаться за ипотеку и далее улучшить свои жилищные условия. Сейчас за квартиру продолжает рассчитываться, площадь квартиры составляет 23,6 квадратных метров на первом этаже в городе Искитиме. Также имеется земельный участок в седине Лебедевки, площадью 15 соток. Значит, в 2002 году отец оформил его на себя, поскольку считал необходимым, чтобы, как любой отец, любящий своего сына, был рядом. Отец имел бы законное право на получение земельного участка, поскольку являлся ветераном труда, кавалеров-ортинов, Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Октябрьской Революции. Строительство не ведется, но освоение, к сожалению, пока не ведется. Также имеется в собственности земельный участок в городе Искитиме в 2009 году, приобретенный площадью 11 соток для строительства индивидуального жилого дома. Участок не осваивается, ввиду отсутствия времени и финансовых возможностей. В настоящее время я проживаю в доме недостроенном, который сейчас будет вводиться, в доме, принадлежащий моему брату. Считаю, это достаточно нормально, когда родственники помогают друг другу. Хотелось бы несколько слов более подробно, поскольку я говорю, как раз фотографируют непонятно для чего имущество принадлежащее моим родственникам. Это, считаю, не совсем корректно и этично. Отвечать, конечно, я не буду, я не сличать информацию, принадлежит ли мне или моим родственникам фотографии там определенных объектов. Но, извините, как-то не совсем корректно, считаю, делать такие запросы и спрашивать, и сличать фотографии, какой имущество кому принадлежит. По данному дому два слова хочу пояснить. В свое время, в 2009 году, мы взяли с братом два земельных участка, поскольку, еще раз повторюсь, что проживал вместе с семьей в то время в двухкомнатной малогабаритной квартире. Сына и дочь имеют разницу в возрасте 10 лет. Соответственно, необходимо было улучшать жилищные условия и думать, как это сделать. Идея была в следующем, взялась рядом два земельных участка. Сначала необходимо было построить, мы на это рассчитывали дом брату, а затем совместными усилиями построить, возможно, и дом на моем участке, и чтобы, собственно, это была моя собственность. Основной, скажем, расчет был на ресурс, который у нас сегодня имеется, слава Богу, это ресурс нашей семьи, 7 братьев и сестер, 12 племянников, ну, если так, для сведения, уже 10 внуков у меня двоюродных, то есть, собственно, большая семья, и мы всегда славились тем, что помогали друг другу, и считают это хорошо и замечательно. Вот, и в 2009 году начали строить, и, собственно, сейчас в стадии завершения и сдачи этот дом. Основой финансового ресурса также, чтобы было понятно, не было спекуляций, послужила продажа дома, который был в селе Лебедевки, дом строили родители, начинали, в 2002 году начало было положено, строили также все семьи, братья и сестры помогали, но в 2002 году, в 2003 году умирает отец, внезапно, в 2003 году, через полгода умирает у сестры ребенок, через полтора года умирает мама, поэтому мы решили заморозить строительство этого дома, в Лебедевке, и впоследствии его продали, и вот этот капитал, который был выручен от продажи дома в Лебедевке, послужил вот финансовой основой для строительства дома, который сегодня принадлежит брату. Поэтому сегодня проживаю в доме, который вот совместно мы построили, и хочу, чтобы не спекулировали, не трогали просто имуществом и моих родственников, и не спекулировали на данной теме. В свое время были своего рода спекуляции, в 2009 году, и ныне покойный редактор газеты «Конкурент» Александр Михайлович Казаченко пытались рассматривать ситуацию со земельными участками, которые принадлежали мне и моему брату. Я сам инициировал запросы в УФАС, в прокуратуру и во все органы, были соответствующие проверки, и, соответственно, могу совершенно точно сказать, что все на законных основаниях, никогда не нарушал закона сам, и никогда не позволил тем лицам, которые рядом со мной, которые в силу определенных служебных обязанностей находятся со мной, нарушать закон. Вот что хотелось бы сказать и попросить все-таки не заниматься такого рода мероприятием. Спасибо.